дорогие друзья добрый день тема сегодняшнего видео фиалка старт что это такое значит самое простое объяснение которое я для вас придумала будет звучать так фиалка старт вот он стартик это уже не детка вот она детка но еще и не взрослая фиалочка вот взрослая фиалочка самое первое отличие это конечно же размера да у меня не помещается в камеру ну я надеюсь что видно что детка меньше старт средних размеров и взрослая фиалочка это вот уже такая розетка с такой листовой массой не менее трех четырех рядов это вот уже взрослая фиалочка также фиалки старты это те фиалки которые уже начинают пробовать цвести поэтому стартов мы часто можем увидеть закладку цветоносов да бывает такое что и детки цветут пробуют до цвести но все-таки детки цветут чаще всего в тех случаях если у вас очень хорошее освещение детки фиалок у меня растут вот в таких вот 80 граммовых стаканчиках ну или или же в горшочках пятерочка как правило в этих же стаканчиках детки дорастают до старта и как только я вижу что фиалочка уже превратилась в старт я делаю перевалку в горшок на постоянное место жительства у меня это горшочки или же вот такие кофейные чашки чаще всего прозрачные или же восьмерки горшки восьмерочка девяток я практически не использую значит при перевалке у некоторых сортов я первые цветоносы снимаю а у некоторых оставляю ну от чего это зависит значит давайте смотреть да вот у меня есть такая вот фиалочка у которой я не удаляла первые цветоносы а вот удаляла значит здесь вот у этой розетки было всего лишь два цветоноса остальные все пазухи листочков были забиты пасынками то есть фиалочка пасынковалась и так как я не хочу любоваться всего лишь двумя цветоносами пусть там даже и по два цветочка на цветоносе то я снимала снимая пасынки я естественно поснимала и цветоносы дальше фиалочка наращивает листовую массу и как правило в в дальнейшем здесь уже пойдет закладка цветоносов без пасынков то есть цветение будет полноценное вот если же я хочу размножить сорт вот допустим анкали вон лила да я частично лишние пасынки поубирала вот один я оставила пасынок для размножения и я не стала удалять цветоносы вот у меня тут и цветоносы есть то есть фиалка будет одновременно и цвести и пасынок мне наращивать вот по и потом значит бывают такие вот сорта которые вообще пока не нарастят листовую массу они не выдают ни пасынков не цветоноса вот яркий пример ли галатая это взрослая фиалка с первым цветением вот она сама нарастила себе вот такую вот листовую массу замечательную и сейчас она будет уже в первом цветении полноценно цвести то есть это еще зависит от сорта а потом еще вот смотрите у меня есть такой вот сорта в огроме молния я их уже вырастила три розеточки да это новинка моей коллекции вот три розетки я выращивала я наблюдала я у некоторых удаляла цветоносы первые у некоторых оставляла и смотрела как будет расти фиалка и как она будет цвести значит у этого сорта тоже можно не удалять первые цветоносу потому что здесь цветы такие помпонистые да не махровые они очень долго раскрываются и в общем то пока эти даже если цветоносы закладываются у детки крупной да то есть фиалка еще как бы и не старт но уже и не детка то эти первые цветоносы они не помешают совершенно ничем потому что при при должной подкормки здесь равномерно наращивается и листовая масса и постепенно растут бутоны да и открываются цветы то есть все вот равномерно есть и такие сортов шапочным цветением абсолютно все цветоносы поднимаются одновременно и одновременно они раскрываются вот и если у вас розетка молодая то есть у нее листовая масса еще слабо наращенная то в общем то вот это шапочное цветение фиалка может и не потянуть и вам потом придется переращивать сорт то есть понятное дело да что мы любим большинство из нас любят сорта с шапочным цветением но имейте ввиду что эти сорта нужно еще уметь хорошо выращивать а чтобы вырастить красиво и достойно сорт шапочным цветением там обязательно учитывается освещение то есть этим фиалкам нужно сначала нарастить листовую массу а наращивается листовая масса у нас с десяти часовым восемь десять часов светового дня и подкормка азотными удобрениями и если вы видите у фиалок бутоны а листовой массы еще нет такие бутоны цветоноса вернее да они удаляются вот удаляются фиалку кидают нарастить листья а потом добавляется освещение удобрения меняются уже удобрение для цветущих у нас идет для таких фиалочек вот и только потом уже фиалки дают свести вот так вот так что вот эти сорта шапочным цветением в последнее время в общем-то я не очень люблю не очень люблю потому что это нужно какой-то отдельный стеллаж или отдельную полку на стеллаже выделять таким сортам на где вот играться с этим освещением с этим удобрением то есть это не совсем лично для меня удобно поэтому я предпочитаю такие сорта которые цветы открывают постепенно вот ну то есть букетное цветение она чаще всего идет волнами вот хочу вам показать вот такой вот замечательный сортик под названием а в сердце матери это фиалочка она как будто бы почувствовала мое душевное состояние и самый первый бутончик который у нее начал открываться я заметила на день матери который недавно совсем был вот так вот поэтому я очень люблю этот сорт и он остается в моей коллекции думаю еще на очень очень долгие годы значит если видео вам было полезным ставьте лайки пишите свои комментарии задавайте вопросы на этом всем всего доброго мира добра и благополучия всем пока пока